По поводу обозначения, буквально немножко, значит, здесь она обозначена mx, часто в литературе она обозначается ex, e, собственно, в честь английского expectation, ожидания. А m, я раньше думал, что в честь слова математика, ну, точнее, мат-ожидание, математическое ожидание, но похоже, что я ошибся, это скорее min-vallen или, там, mittelgarter по-немецки, но, в общем, как-то басурманы обстали, тут по-русски не скажешь. Но, все равно, от ожидания я уже привык обозначать mx, так, деваться не надо. Вот, будем обозначать mx. И давайте я напишу, собственно, свойство, в котором я подводил важное, а в следующий раз мы научимся им пользоваться. Линейность математического ожидания. Называется линейность. Под линейностью понимается следующее. Оказывается, если вы возьмете среднее значение, математическое ожидание, вот такой вот функции c1x плюс c2y, но мы уже с вами выяснили, что это означает, да? Возьмем там утроенный вес, прибавим в корень из двух раз увеличенный рост, и возьмем среднее значение. Вот получится то же самое, как если утроить математическое ожидание веса и прибавить в корень из двух раз увеличенное математическое ожидание роста. Взять среднее значение такой функции, это все равно, что c1. Все равно, что взять среднее значение каждой в отдельности и сложить вот с этими коэффициентами. Доказательство этого факта тривиально, но я его все-таки напишу. Давайте, придется стереть определение, но вы его в общем помните. Тривиально, потому что смотрите, что такое математическое ожидание c1x плюс c2y. По определению просто. Это надо просуммировать по всем и от 1 до n. Давайте скажем, что надо просуммировать. Нам надо просуммировать значение, которое принимает вот эта функция, да? В точке омега и и т, ну там, на графике, на человеке. Как это написать? Ну вот так, c1x от омега и и т плюс c2y от омега и и т. Вот главное, чтобы вы это понимали, что подставить конкретное значение вот в такую сумму, это и значит написать то, что я написал. Вы взяли конкретного человека, посчитали его вес, его рост, и вот получили такое значение. Внимание, на что надо умножить эту комбинацию? По определению просто математического ожидания. На п и т. На п и т, конечно, просто на вероятность вот этого элементарного исхода. На п и т, разумеется. Ну а теперь давайте просто перегруппируем слагаемые. Вы же понимаете, что сумма сумм, вернее, ну да, сумма сумм вот таких. Это можно сначала вычтить вот эту сумму, а потом отдельно вот эту. Работает. Просто перегруппируем слагаемые и напишем сумму по и от единицы до н, c1, x от амега и т, плюс сумма по и, ой, потеряла, по и т, потеряла, по и т, вот здесь по и т еще в качестве со множителя. Скобки раскрываем. Плюс отдельно сумма по и от единицы до н, c2, y от амега и т на по и т. c1, согласны? Переход такой. Да. Конечно. Так, понятно, что c1 можно вытащить за знак суммирования, ведь это фиксированное число. Там 3. c2 тоже можно вытащить за знак суммирования, потому что это там какой-то корень из двух условий. Ну и что у нас остается внутри суммы? Только вот это и только вот это, правильно? Ну и что же это такое по определению? Это, конечно, мат ожидания x, это, конечно, мат ожидания y, все получили. То есть это вроде как совершенно тривиально, очень просто. Но это позволяет кое-что сосчитать. В следующий раз мы начнем с того, что вы попробуете сосчитать математическое ожидание некоторой конкретной случайной величины, пострадаете на этом, а потом я вам объясню, как его считать с помощью линейности в одну строчку. Вы понимаете, как прекрасно считать математические ожидания с помощью линейности.